всем привет друзья сегодня у нас замечательный обзор но прежде чем перейти к нему не забудьте подписаться здесь также здесь нажать на колоколец чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале и дополнительно интересные ссылки здесь начинаем сегодня у нас вот такая замечательная модель от компании россия 48 масштабе это миг-25 rbt советский разведывательный истребитель перехватчик модель имеет длину 473 миллиметра размах 283 миллиметра и содержит 170 пластиковых деталей модель выходила относительное время назад но тем не менее качество этой модели неплохое произведена модель в украине каталожный номер данной модели 48901 на торцах практически никакой информации нет краткая справка на английском языке и информация о наборе как всегда человечки и стрелочка на зеленую стрелочку другой стороны представлены два варианта бортов и в общем-то все в наборе присутствует вот такая замечательная инструкция обложка выполнена из глянцевой такой бумаги короткая справка на двух языках таблица красок необходимых при сборке окраски модели рывал это мия тут очень хорошо и значки помощники разворот с клетниками и пошли этапы сборки инструкция замечательная все отпечатано очень четко и хорошо в общем-то это по рендерам насколько я могу понять каждый узел выделен в отдельный шаг в инструкции тем самым инструкция имеет очень большое количество шагов по сборке окраски и отдекаливания все подробно все замечательно напоминаю что данная модель не имеет вооружение навесного так как это разведывательный борт поэтому здесь только у нас подвесной контейнер видимо это топливный бак если я не ошибаюсь если я не прав напишите в комментариях что это за бак и на последнем развороте можно наблюдать страницу с инструкцией по обдекаливанию техничкой в данном случае инструкция не очень и очень скажем так не очень-очень хорошие почему потому что здесь не особо хорошо видно как правильно расположить декаль верх ногами чтобы не прилепить вариант окраски борта на 2001 год май и два арабских варианта переходим к декалям так в наборе у нас два небольших листочка с декалями здесь у нас опознавательные знаки наши российские и арабские качество декали очень хорошие печать без смещений толщина подложек довольно тонкая никаких нареканий данный листочек не вызывает следующий листик это у нас листочек с техническими надписями тоже все выполнено очень хорошо даже если приглядеться есть читабельные надписи вот только единственное здесь попалась декаль немножко задранная возможно она отойдет в воде и можно будет расправить посмотрим немного ближе надписи можно ли что-нибудь здесь прочесть да что-то можно будет прочитать если взять увеличительное стекло при большом желании очень-очень большое количество технички здесь огромные текста представлены осторожно соты не становиться также еще на некоторых самолетах пишет осторожно сотовая конструкция внимание при снятом шум поля шторки работа с клином запрещено будьте внимательны дорогие друзья об этом у нас предупреждает компания россия и вот он это задранная как так получилось никто уже не знает далее у нас наборе вложен вот этот пакет со стеклением и прозрачный прибор на панель в общем качество фонарика могу сразу сказать что замечательные никаких нареканий не вызывают в общем-то сделано все прям прям очень очень хорошо давайте на чем-нибудь это посмотрим нет ли каких-либо искажений каких-либо да выглядит все отлично прям стекло стеклянное отличное мне очень нравится никаких нареканий не вызывает вот эти стекла прям как линза работают здорово так литники у нас упакованы все в один большой хрустящий пакет противный очень и вот с этим вот так называемым зипом на липучке очень дурацкая вещь большая пачка литников литники большие крупные что не может не радовать и так давайте начнем по порядку прям как есть на данном литнике у нас представлены части консолей крыльев или части крыла есть небольшие наплывы пластика видимо отливка одна из первых приобреталась модель довольно таки давно видимо ну такие разводы бывает когда форма не до конца прогрета то есть первая часть пластика входит быстро застывает и вторая часть пластика удаливается уже позже касаемо качество кроя все отлично все приятно выглядит естественно части клёпа здесь не хватает при желании его можно накатать но опять же не забывайте что необходимо ориентироваться на фотографии прототипа скажем настоящего самолета до сверяться с ними чтобы принять решение о целесообразности нанесения тех или иных дополнительных элементов на детали модели далее верхней части крыльев или консолей также прекрасно все сделано точно так же с небольшими заплывами но без утяжек качество кроя замечательно никаких огрехов не видно с внутренней стороны также все замечательно здесь вот можно наблюдать толкатели смещение по шву нету никаких все прекрасно следующий литник у нас содержит элементы этого бака или этого подвесного контейнера скажем так да секция рассекателя в камере сгорания элементы не шасси сразу видно что они довольно бедненькие но там дальше посмотрим как это можно будет все собрать как она будет выглядеть и как это можно будет доработать также вот элементы основных стоек шасси качество также без нареканий пока но напоминаю что данная отливка это одна из ранних на следующем литнике у нас представлены элементы носовой части самолета части сопел хвостовая вот эта вот балка приборная панель также здесь есть выполнена вот таким вот образом видимо собирается это все из двух деталей снизу вставляется стеклянная здесь пластиковая непрозрачная деталь и между ними вкладывается видимо деколь наверное но это не точно сборка покажет также никаких нареканий не вызвано местные воды антенка у нас здесь вот при транспортировке видимо устала подогнулась но я думаю что исправить это никаких проблем не составит при сборке клы все присутствует единственное что по интернету ходят слухи что не совсем правильная в этой модели носовая часть но поисков я пришел к мнению что брать коррекционный набор для исправления ошибок компании а7 нецелесообразно так как стоимость коррекции стоит две трети стоимости модели следующий литник содержит основные элементы фюзеляжа тоже довольно крупные они в общем то как ранее я говорил модель у нас практически 47 сантиметров в длину также элементы не шасси основных стоек перегородка кабины также замечательный раскрой и клепка естественно она здесь не вся возможно что-то надо докатать и нарезать но то что присутствует выглядит замечательно крыльчатки турбин от двигателей компрессоров ниши следующий литник содержит хвостовое оперение это стабилизаторы и видимой части килей или целиковые килина целиковые видимо элероны закрылки колеса и так далее посмотрим это все поближе как она выглядит вот на примере элемента кили огромная большая деталь выполнено все замечательно половинки колес также выполнены довольно таки хорошо и здесь можно даже задуматься о том и имеет ли смысл их заменять на какие-то автомаркетные да так как проект сделан довольно подробно протектор вот эти вот насечки до покрышки надписи не видно в общем то кто и будет читать диск колеса сам тоже отлично выполнен внутренняя половина стабилизатора также все очень четко пролита стабилизатора очередные крыльчатки и пошли элементы кабины и последний литник из данного набора содержит основные части мото гандолы и воздухозаборников выполнено все очень очень хорошо единственное что трубы разделены надвое и насколько будет ли потом виден стык этого конечно пока не понять пока не соберешь но хотелось бы надеяться что все будет прекрасно так внутренняя часть ниши шасси воздухозаборники на стенке фюзеляжа выполнены вот так вот ребра жесткости камера сгорания половиночкой рус перегородка какая-то внутренняя но это видимо как усиливающий элемент качество выполненных деталей прям ну отличная но напомню что мне досталась отливка ранее прям после старта после выхода этой модели в продажу просто супер замечательно также дополнительно для этого набора были приобретены набора с фотоотравлением у нас здесь ремни на кресло пилота интерьер взамен пластика отдельное спасибо нашему подписчику подарил и экстерьер в котором содержится много всевозможных деталях давайте посмотрим это чуть-чуть ближе как это все выглядит в общем-то для эдуарда это стандартно все качественно единственное что мне не совсем нравится что это травление она окрашены но что есть то есть кому-то может быть не очень удобно прокрашивать такие мелкие вещи но в целом все это сделано хорошо но мне не составляет туда нарисовать такое приборная панель элементы приборной панели всего всей кабины выглядит замечательно но опять же целесообразность установки фотоотравленных деталей нужно смотреть потому что некоторые узлы и детали могут быть сделаны в пластике намного лучше чем в травлении и основной набор фототравления это экстерьер детали которые должны быть установлены на сам планер элементы не шасси всевозможные створки панели накладки рассекатель вот этот вот который подает топливо в камеру сгорания сеточки решеточки ну в общем за качество у эдуарда беспокоиться не нужно вот единственное вызывает нарекания вот эти вот решетки очень сложные детали они здесь они еще сложнее чем у мига 31 но в целом это все выглядит очень очень замечательно красиво прям здорово и так друзья на этом мы с вами прощаемся если вы не подписаны на наш канал подписывайтесь до новых встреч и пока пока а также не забывайте поставить лайк подписывайтесь до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч и до новых встреч